В эфире студия-репортер, меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. На Балтской дороге в бывшем здании кожи-диспансера активно идет ремонт. К открытию там готовят центр для бездомных. Его старт планируется на 1 сентября. И кто там будет лечиться, оздоравливаться и реабилитироваться, мы узнаем сегодня у Елены Китайской. Это директор департамента социальной политики и труда. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здание, там ведется ремонт. На каком этапе сейчас строительство? Мы так прочитали, что 1 сентября уже запустят, откроют. Можно уже будет стартовать. Все ли ведется в срок? На каком этапе здание? Вы знаете, вопрос социальной защиты бездомных граждан. Это только одно из направлений деятельности городского совета департамента труда и социальной политики. И учитывая, что у нас город южный, тепло, конечно, люди бездомные, они приезжают из регионов Украины и из Одесской области. И количество этих людей в городе, оно достаточно для того, чтобы обратить на них внимание. Кстати, какое количество? Вот в зимний период и в летний, вы сказали, оно отличается, да? Естественно. Если говорить о количестве зарегистрированных людей, те, которые обратились в Центр учета бездомных граждан, есть такое социальное учреждение, которое как раз по закону отвечает за учет таких категорий людей. С момента существования этого центра, он открыт был в 2008 году, почти 7 тысяч человек зарегистрировали и получили статус бездомного лица. И, естественно, еще и зарегистрированные, да? Я так понимаю, люди, которые не идут в Центр регистрированы. Те, которые не зарегистрированы. И сегодня люди немножечко путают понятие бездомные. Это не те люди, которые возле альфаторов или проживают на чердаках и в подвалах. То есть бездомные – это лицо, у которого нет жилья пригодного для проживания. И сегодня таких категорий людей, их больше. А вот если брать уже, как в законе есть термин, беспритульность, то, конечно, таких людей гораздо меньше. Мы это очень видим зимой, когда открываются наши центры обогрева, пункты обогрева. И вот порядка 500 людей, как правило, там это. Мы считаем, что практически это все, кто нуждается в приюте. И их в зимний период порядка 500-700 в городе находится. Но, тем не менее, проблема есть. Берет на себя ответственность всех приютить, скажем так, обогрев зимний период, предоставить какую-то и дует крышу над головой в летний период? Естественно, сегодня ответственность городской власти перед этой категорией людей, она существует и определена законодательно. И если наш центр, раньше он назывался «Социальная адаптация лиц безопределенного места жительства», был открыт еще до принятия даже закона Украины о социальной защите этой категории граждан, потому что закон был в 2005-м, а центр в 2002-м. И сегодня проблемой всегда оставалось, действительно, для мужчин есть такой приют, вот на Целковского один, а для женщин, к сожалению, такого учреждения не было. И начиная с 2013 года мы тогда подали на всеукраинский конкурс проектов, проект создания Центра социальной реинтеграции лиц безопределенного места жительства. Мы выиграли этот конкурс, должны были быть предоставлены деньги из государственного бюджета для... Для строительства центра для женщин, да? Ну да, там получается не строительство, а реконструкция, да. И уже на паритетных основах должно было быть финансирование с государственного бюджета и за счет местного бюджета. К сожалению, в связи с ситуацией в Украине, деньги из государственного бюджета мы не получили, но проект мы начали с 2015 года, полностью идет реализация за счет городского бюджета. Я, насколько знаю, это 10 миллионов гривен, речь идет об этих деньгах. Но дело в том, что исполнителем пока ремонтных работ является управление капитального строительства, они будут давать отчет по средствам, которые выделены на ремонт. Мы говорим о социальной составляющей сегодня. И это будет одно... Мы уже решением сессии утвердили новый устав этого учреждения. Это, получается, центр реинтеграции будет. И будет два отделения. Одно это отделение ночного пребывания, которое, собственно, и располагается сегодня на Целковского 1. И второе отделение, вот это на Балтской дороге 2, которое будет замкнутый цикл всего процесса реинтеграции. То есть сегодня самая главная цель, это не просто дать какой-то приют женщинам или женщинам с детьми, а сегодня главная цель этих людей провести всю работу для того, чтобы вернуть их в общество. Потому что очень часто причинами, когда человек оказывается на улице, различные бывают. То есть кто-то продал квартиру, оказался на улице, кто-то мошенническим путем потерял жилье. Реинтеграция — это адаптация таких людей, да? Это возвращение в нормальную жизнь, да? Возвращение в нормальную жизнь, да? В социум. Поэтому некоторым людям надо помочь восстановить документы, некоторым людям надо дать какую-то профессию, кто-то уже имеет профессию, надо трудоустроить. То есть целый аспект социальных услуг. Что будет в этом центре комплексно предоставляться? Вот 1 сентября он запустится. Насколько он человек создан, и вот все услуги, скажем так, которые можно будет там получить бездомным? Ну, рассчитано, ну, где-то порядка до 70 человек. И основное, что там будет, это услуга, это проживание. Это, если есть необходимость социального сопровождения и восстановления документов. Там будут кровати, да, там будут комнаты. Да, это будут комнаты для проживания, да. Но если говорить так, чтобы было понятно, это будет как общежитие, если понятно, что там будут условия для проживания, условия для работы с этими людьми, потому что там будут и психолог, и юрист. То есть должна быть проведена, соответственно, различные социальные услуги должны быть оказаны этим людям. Будет возможность проведения различных комплексных мероприятий. И, конечно, в первую очередь работа с нашими партнерами. Это и центры занятости, это и наши различные коммунальные учреждения, где мы будем искать возможность не только трудоустроиться, но и с жильём, там, где будут предоставляться этим людям уже жильё, для того, чтобы они не вернулись в этот центр. Поэтому чётко предусматриваются сроки проживания. Это от трёх месяцев, и дальше идёт продление до шести месяцев, свыше шести только в исключительных случаях. То есть в это время нужно уже найти себе работу, нужно уже найти себе жильё. На самом деле у многих людей очень большая мотивация к тому, чтобы вернуться. И у многих просто не хватает начала, чтобы помогли восстановить документы и помогли адаптироваться уже к этой жизни. Потому что категории бездомных, они различны. Это и лица, которые вернулись с места решения свободы, это и лица, которые оказались на улице по различным причинам. И поэтому с каждой категорией будет проводиться свой путь его возвращения в социум. Но этот путь будет проходить только тогда, когда у человека будет желание. Потому что, к сожалению, мы сегодня видим, что у многих людей на улице у них нет желания возвращаться в социум. Кстати, да, были такие случаи, когда... Ну, есть же, уже существуют центры, вы же работаете с такими людьми. Когда человек вроде как получил крышу над головой, какое-то питание и поддержку психологическую, но возвращаться в нормальную жизнь, работать, социально активничать он не хочет. Да, есть и такие люди, которые восстанавливаем документы, и тут же через какое-то время он приходит опять без документов, опять с улицы, опять человек не решает свои проблемы. Конечно... А почему это происходит? Почему это происходит? Человек просто не хочет... Да, это зависит для многих. Это стиль жизни, это их выбор. И мы тоже не можем ничего сделать с таким человеком. Но, тем не менее, мы должны оказать ему элементарную услугу, ту же ночлежку. Поэтому вот на Циолковского останется отделение ночного пребывания, которое будет рассчитано на... И для мужчин, и для женщин, да, на Циолковского? Да, мы сделаем так, чтобы была возможность и тех, и других разместить. И учитывая, что эти люди, как правило, нуждаются только в одной услуге, это только ночное пребывание, днем они ведут свой образ жизни. Поэтому там остается центр ночного пребывания, а уже на Балтской дороге уже будут люди, которые действительно уже прошли путь первичный. То есть мы отработали, оказали им элементарные какие-то услуги по восстановлению документов и уже начали работать на трудоустройство и решение проблем дальнейшего проживания. Вот мы с вами обещаем, что на Балтской дороге 1 сентября откроют центр социальный. Все успевают срок? Вы так давно были? Да, я уверена, что 1 сентября этот центр будет открыт, поскольку я сказала, что это как бы путь пройден очень большой. Мы готовились к этому моменту. получается уже 2 года. А почему выбрали это здание, кстати, на Балтской дороге? Ну, во-первых, это здание расположено, оно отдельно стоящее, потому что такая категория людей в центре города, она всегда у соседей будет вызывать вопросы. Поэтому там нормальный доступ к этому помещению. И, естественно, когда выбиралось это коммунальное здание, где располагалось коммунальное учреждение, поэтому оно было в состоянии его внешне неплохим. То есть было принято решение, что те капитальные средства, которые туда вкладываются, они можно будет сделать, из него это такой центр реинтеграции. И как бы два таких вот момента изучались. В состоянии было здание, то есть там нужно было провести ремонт, что сейчас делается, да? Там полностью все коммуникации и водоснабжение, и теплоснабжение, все это было поменено, приведено, соответственно, со всеми требованиями по этим центрам, поскольку есть типовые положения по центрам реинтеграции, утвержденные постановлением коммунита министров. Поэтому, учитывая эти требования, была нами как бы дана такая вот заявка, и сейчас этот проект уже подходит к концу, 1 сентября. Учитывая, что мы уже провели, я уже сказала, сессионное решение, приняли новое положение по центру, там, где уже прописано два отделения, в том числе и на Балтской дороге, и уже осталось только завершить ремонтные работы и открыть этот центр к сентябрю месяцу. Бездомные будут туда приходить? Как это будет выглядеть? Как сарафан на радио, один сказал другому, или будет какая-то, не знаю, работа проведена в их кругах, например? Знаете, вот вопрос, который вы поднимаете, очень важный. Почему? Потому что информационное сегодня пространство, оно очень часто, люди даже не знают то, что делается. И мы столкнулись с тем, что необходимо давать и социальную рекламу по вопросам социальной защиты бездомных. Так, чтобы могли это бездомные видеть, да? Естественно, через управление рекламой мы подготовили соответствующую информацию, которая будет размещаться на бигбордах и на сетилайтах в городе. Скоро мы сможем увидеть, да? Да, плюс мы работаем сегодня с общественными организациями. Сегодня была по распоряжению городского головы создана рабочая группа по реформированию системы работы с такими категориями лиц. И в состав этой рабочей группы у нас включены представители таких организаций, как это христианская миссия «Новая жизнь», это благотворительный фонд «Деполь» и те волонтеры, которые работают с этими людьми. То есть они будут распространять информацию, они будут распространять. Конечно, конечно. То есть информация распространяться будет, и информация сегодня, наверное, даже больше распространяется среди этих людей с сарафанным радиом, чем всякие рассказы. Возможно, кто-то один увидит на борде, передаст другому, и будет возможность приехать туда. Тем более, что услуги этим людям оказываются постоянно. И сегодня и горячее питание оказывается как благотворительными организациями, так и за счет городской целевой программы. Это и вопросы по учету, когда идет работа в Центре учета бездомных граждан, тут же даются разъяснения людям, куда можно дальше обратиться для того, чтобы и получить ночлег, и начать решать свои проблемы. Но опять же, желание – это самое главное, желание человека. Мы с вами сегодня говорим о Центре на Батской дороге. Насколько в городе хватает таких центров? Возможно, есть проекты на будущее? Возможно, их все-таки недостаточно для той массы людей, для того количества людей, которые сейчас оказались на улице? Ну, вы знаете, я сказала о том, что это не центры постоянного проживания. Ну, время, новая реабилитация, да, да. И за счет городского бюджета полностью тебя содержат. Нет, это время адаптации. И в крето, четко реабилитация, да. Время адаптации, четко говорено, 3 месяца, 6 месяцев, дальше только в исключительном случае. Будет он справляться, этот центр? Естественно. Даже с этим объемом, с этими сроками и рамками? В летний период всегда наполняемость гораздо меньше, потому что вопросы решаются проще. А вот в синий период, где в первую очередь необходимо человеку дать крышу над головой, да, если будет стоять вопрос о необходимости дополнительного поселения людей, либо на Циолковском или на Батской дороге, это все решаемые вопросы. Мы уже как бы не одну зиму проходили. Но самое главное, что количество этих людей должно уменьшаться, то есть они должны уходить и оставаться только те, которых мы сказали, что это стиль жизни. Это раз. И плюс сегодня мы говорим о том, что задача этого центра реинтеграции, она четко оговорена. И самое главное, это вернуть человека в социум, либо дать ему первоначально какие-то социальные услуги, которые позволят ему самому выйти из той жизненной ситуации, в которой он оказался. И напоследок, уже подобран штат психологов, потому что, я понимаю, это очень важные люди в этом деле, они будут разговаривать, они будут общаться, они будут выводить человека из тяжелого состояния. Вы знаете, кто там будет работать? Штаты будут набираться дополнительно, частично уже есть, потому что сегодня 33 человека в штате, и вот с этого года мы ввели штат и психологов, и юристов. Но, естественно, когда будет открыто второе отделение, то в штатное расписание будут добавлены необходимые штатные единицы. Я думаю, что, учитывая, что у нас очень разветвленная сеть социальных учреждений, у нас есть и Центр социальной службы семьи, детей и молодежи, которые занимаются уже этой проблемой, возможно, там кто-то перейдет на работу в эти центры. Плюс у нас есть для женщин с детьми, которые оказались в тяжелой ситуации и тоже не имеют жилья. Мы в 2015 году открывали Центр матери и ребенка, где тоже работают, ну, немножечко другая категория, там, женщины с детьми до двухлетнего возраста. Кому работать уже есть. Опыт работы есть, и поэтому я думаю, что со штатными проблемами мы тоже справимся. Спасибо вам большое. У меня в гостях была Елена Китайская, директор Департамента труда и социальной политики. Говорили мы о новом Центре реабилитации для бездомных, который откроют 1 сентября на Балской дороге 2. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.